добрый день друзья с вами видео блог 10 минут жизни в канаде владимир в нашем канале мы рассказываем о жизни в канаде в иммиграции в канаду о быстрой адаптации в канаде пожалуйста подпишитесь на канал чтобы не пропускать новые видео также у нас есть поддержка нас на патреоне и на платные подписки ютуба подписывайтесь поддерживайте канал мы хотим развиваться дальше нам очень важно ваша поддержка тема нашего сегодняшнего выпуска это как снимать недвижимость в канаде аренда в ниагарском регионе канады я сегодня записывал интервью с риэлтором его зовут дмитрий дмитрий нам расскажет отвечать на вопросы по поводу актуальных цен на аренду вообще как правильно снимать жилье как побыстрее снять жилье какие требования к людям которые снимают жилье в общем надеюсь что у нас получится продуктивный диалог и мы много успеем обсудить добрый день дмитрий добрый день добрый день владимир спасибо что позвал меня поговорить сегодня на тему аренды жилья недвижимости все что с этим связано отлично в общем давайте сразу будем более конкретными наши люди наши подписчики любят конкретику конкретику будем как можно больше меньше воды больше больше дела хорошо вопрос следующий что такое ниагарский регион вообще какие города туда входят вообще стоит ли ехать жить в ниагарский регион онтарио очень хороший вопрос почему мне нравится что ты спрашиваешь на что-то когда я приехал в свое время в торонто ну ванкувере мы жили какое-то время потом переехали в торонто с супругой и мы узнали что такой ниагарский регион водопады мы все слышали а вот такой регион это было что-то новое и когда мы узнали об этом для нас это было что-то такое необычное и просто я увидел что люди просто не знали я не знаю как сейчас там дело обстоит в торонто точно так же да я уже давно не живу в торонто 10 лет назад мы переехали сюда но я не удивлюсь что многие люди вот знает на графол с ниагарские водопады а что такое регион они даже не имеют понятия хотя мы находимся там полтора часа езды от торонто понимаешь но регион это действительно регион 15 муниципалитетов полмиллиона жителей от форт ирии до границам скажем гамильтона да там гринсби вот эта вся эре это все ниагарский регион очень большой по площади я бы сказал очень перспективный и развивающийся доступное жилье плюс-минус если мы говорим вот там скажем пределах полтора-два часа из-за торонто я бы сказал самое доступное жилье здесь и в плане аренды и в плане покупки недвижимости здесь люди которые переезжают сюда они понимают что конечно работы скажем здесь не так много как в торонто но и также жизнь тут совсем другая давайте покажем нашим зрителям что такое горский регион хорошая идея сейчас мы немножко подвигаем вот такой вот полуостров которым от гамильтона сент-кэтринс на самом углу ноягран за лейк потом ноягро фолл знаменитый и на юге у нас идет форт эри через пролив через речку баффало американский уже город вот и два два озера фактически но онтарио и озеро эри и озеро эри очень напоминает азовское море мне лично теплое мелкое знаешь вот из-за того что два озера опоясывают полуостров ниагарский климат здесь можно сказать такой довольно уникальный одно из самых теплых мест в канаде здесь выращивают виноградники может быть ты знаешь разные культуры и вот в плане климата тоже такой умеренность скажем так климат я понял ну а вот все-таки столица региона как считается на агро фоллс или все-таки сант-кэтринс смотри сант-катринс это самый большой город в регионе сто пятьдесят тысяч жителей ну если называть столицу да то я бы сказал что это дорогой город региона это на агронды лейк вот его сейчас показал находится на озере действительно там такое знаешь туристическая такая зона изысканные улочки отели ты бывал да да каждый раз ниагару едем заезжаем да очень симпатичное место но вот санкт-кэтринс мне не очень стал знаком потому что мы его насквозь иногда проезжаем по дороге на грандзилейк минуем и даже нигде не останавливаемся первый раз первый раз когда я приехал санкт-катринс я так посмотрел такой какой-то серенький неприметный городок что-то как-то что-то но но потом я вот узнал когда начал здесь жить здесь есть такие районы такие очень скажем престижные очень красивые места возле озера дома миллионы которые здесь люди живут уже много-много лет парки очень 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 мне понравилось и тут действительно есть очень красивые места вот именно в этом городе санкт-катринс о которых я даже не знал многие люди не представляют себе но если сравнивать цену аренды по региону где дешевле всего и какой примерный уровень там за одно бедром 2 бедром дом ты знаешь цены на аренду жилья сейчас я бы сказал вот выравниваются и вот по региону да и в принципе по провинции уже нет такого что скажем мы отъехали там на полтора часа торонто и можно в два раза дешевле снять себе жилье в аренду и если скажем мы видим существенную разницу в цене а там на недвижимость если цена там в торонто скажем миллион . 2 там в районе миллиона сейчас немножко понизились цены на недвижимость то например у нас ниагарском регионе там 700 тысяч тонну из существенная разница про аренду такого нет вот например один бедрум до 1 бедрум однокомнатная квартира здесь в районе полторы тысячи сдается я думаю в торонто ненамного но дороже конечно но не в два раза плюс минус 500 долларов скорее плюс чем минус ну да то есть она дороже конечно же понятно но не намного но тогда если смысл вообще жить на ниагарском снимать там и ездить на работу допустим торонто вообще как аре нет то если вы ищете аренду то смысла большого нет опять же зависит от бюджета ты сказал там в районе 2000 один бедрум правильно втором вот и да то есть я для себе представляет так у нас где-то это полторы тысячи то есть ну 500 долларов тоже для многих людей это экспанс они смотрят на свой бюджетом рассчитывают свой бюджет и действительно многие люди приезжают сейчас беженцы приезжают и просто новый иммигрант у них очень ограниченный бюджет и 500 долларов может конечно make a difference в принципе да я согласен а такие вещи как бейсменты комнаты насколько востребованы и крышка не доступности из манты бейсменты есть там скажем main level который сдается там бунгало обычно то есть main level basement ну здесь что да нужно знать что-то бейсмент есть плюсы есть минусы опять же смотря сколько комнат в этом бейсменте какого он размера в каком он состоянии ну в среднем где-то 1700 будет стоить такой быть здесь а если это верхний этаж что в районе двух что-то такое я понял но по документам что сейчас вообще требуют арендодателю вот ты знаешь хороший вопрос на моем канале я тоже немножко коснулся этой темы касаясь этой темы потому что эта тема сейчас очень актуальна как ты понимаешь и иногда мне люди что я в таком не каком-то негативном окрасе все это преподношение за тебе говорят про это или не особо я стараюсь быть оптимист и оптимист по жизни я понял я больше реалист в общем в этом смысле хотя позитивный настрой очень важен конечно сто процентов это этот и прав но я я стараюсь просто то что я вижу описывать и говорили энду я занимаюсь арендой я стараюсь помогать людям на аренде жилья аренды жилья вообще риэлторы не любят заниматься и за ты слышал про это или нет потому что комиссионные которые мы получаем они минимальны на реке за аренду жилья но опять же я я занимаюсь ари потом просто потому что я у меня есть желание помогать людям не все в этой жизни комиссионные не все в этой жизни зарабатывание денег но опять же здесь нужно понимать вы снять недвижимость вижу мы сдается собственником например ты если бы ты сдавал там не знат издаешь там свою недвижимость или нет но если ты издаешь вот если люди пусть поставить себя на место собственника какого тенанта каких жильцов они бы хотели себе взять только приехали у них нет ни кредит скор может быть есть но они только начали у них нет кредитной истории то есть мы не знаем кто они что у них нет рекомендаций нет там хорошего депозита а минимум 6 месяцев ну хотел бы ты себе такого жильца или ты хотел бы себе жильца которого хорошая работа зарабатывает 100000 плюс в год референсы все такое да ну другой стороны вопрос стоит в том что почему этот человек не купил свою недвижимость на если он так хорошо все но есть разные случаи то есть и мне попадались такие жильцы которые очень хорошо зарабатывали но просто они сейчас на таком этапе что они не хотят покупать вот если говорить что то меня вообще спросил что нужно но я понял что вопрос документов и наличие там гаранторов тех людей которые поручаться наличие там денег на несколько месяцев вперед это те моменты которые помогают прорваться я хотел тебя спросить кстати владимир вот что что ты видишь в торонто люди приезжают в основном как вот работа есть работы нет куда они заселяются вот именно в торонто я я расскажу немножко праздник про у нас здесь но как какой у них вообще вот путь то есть они приезжают сначала потом они что-то ищут или они сначала ищут потом они приезжают но на самом деле многие люди договариваются каких-то хост-фэмили которые встречают которые там пускают пожить временно достаточно дать ли на всех таких нет конечно не хватает поэтому вот огромное количество людей пишет том что никто не уже не отвечает не пускает пожить там и проблемы найти аренду вот поэтому я из ну и стал как бы спрашивать интересоваться у риэлторов насколько вообще что происходит тот момент на самом деле который самый важный сейчас приезжают больших количествах а жить тупо негде и вопрос что делать куда бежать и как искать правильное жилье чтобы все-таки найти снять первое время правительство там что-то предоставляет какое-то временное жилье правильно я понимаю не совсем но были рейсы организованы правительством канады они на две недели куда-то заселяли бесплатно в гостинице даже кормили но это было не торонто это был вот торонто такого не было торонто у нас всегда было таким тяжелым в плане эмиграции во всех смыслах и плане расходов на жизнь и в плане того что иммиграционные программы для всех приезжих торонто самые сложные но тем не менее люди продолжают сюда ехать их тоже можно понять конечно работа вся здесь огромное количество вакансий особенно если человек опытный какой-то своей сфере вот и плюс если едут всей семьей то они в принципе с два человека работают они могут потянуть аренду да вот если один то уже конечно все печально поэтому я всем советую кто едет в онтарио ехать вдвоем если два человека должны работать семье обязательно условия успеха вообще в онтарио потому что вот я уверен ты на своем канале тоже освещаешь эту тему что многие люди не понимают насколько в онтарио особенно в торонто дорогая жизнь сколько стоит там какие-то базовые вещи люди просто не знаю я стоя стараюсь не я никого не отговариваю я просто стараюсь обидеть надо оценивать и рассказывать те критерии которые мы должны руководствоваться люди при выборе провинции выбери выборе города первый критерий то если вас кто-то там встречает если есть люди которые вас встретят приютят звати на родственники вот это я бы не рассчитывал что вы будете там жить месяцами там один-два месяца максимум дальше искать свое идти самостоятельно плавание а потом вы с этими родственниками не сможете даже общаться вот второй момент это ваша работа если у вас есть работа в торонто есть какой вам смысл айтишнику ехать монетобу или там соскачеван идти работы как таковой нет а вся она находится в торонто либо но по любой профессии можно загуглить идея максимальное количество вакансий туда их третьего критерия это два человека работать либо один человека работает то есть можете ли вы потянуть аренду вот и четвертое это доступность иммиграции после окончания work примета потому что все сейчас приезжают по программе кует того примет на три года потом надо получать пиар каким-то образом и торонто не самое легкое место для получения пиара вот монетоба скачеван полегче все таки или атлантические провинции вот и я тоже советую всем приехать более менее крупные города вот потому что приехал в маленький городишко в котором живет там пять тысяч человек вы очень сложно вам будет найти работу особенно первое время даже за кэш ничего не найдете конечно вертся поэтому чем крупнее город от 100 тысяч я думаю цент кэтринс уже более-менее нормально подходящий город ну да плюс да вот ты спросил стоит ли ездить на работу в торонто от нас я я скажу что нет это не очень хорошая идея потому что все таки если например на машине человек едет то это пробки и не можно провести довольно долгое время в пробках если там скажем поезд или автобус тоже это занимает долго долгое время то есть не стоит так делать но если вы можете найти работу здесь и кстати вот считается что там скажем на периферии нет работы это однозначно не так я хочу сказать что есть работа но конечно не в таких количествах как торонто естественно но опять же здесь другая жизнь и аренда жилья дешевле и покупка не дешевле поэтому нужно на это тоже смотреть у нас тут в регионе очень много люди устраиваются по разным профессиям даже там скажем что-то сектора идти что-то такое многие люди приезжают сюда вот недавно помог арендой жилья то есть он тоже работает секторе идти муж супруга пока не работает но он достаточно зарабатывать чтобы его приняли собственник согласился сдать ему жилье в аренду они конечно пришлось заплатить нам за полгода на это минимум кстати вот сейчас мы поговорим насчет того что вот нужно реально чтобы люди согласились чтобы можно было снять недвижимость потому что важно понимать какие документы нужны что нужно как подготовиться но вот мы мы сняли до сняли в нагро фолст кстати и город нагро фолст уже довольно большой 100 тысяч жителей там это не только водопад ниагарский который мы все прекрасно знаем это очень много других разных районов дорогих районов тоже есть дорогие районы в которых живут очень жизнечные люди нагро фолст и мы мы сняли и то есть они вот недавно на днях они заехали очень довольны но опять же работа есть у человека у человека были деньги чтобы заплатить вот и плюс конечно же агент должен сделать свою работу то есть если просто агент пришел и сказал ну мы ищем жилье там давайте нам там просто потому что у нас красивые глаза никто на это не согласится то есть агент должен переговорить объяснить ситуацию представить выгодном свете рассказать что люди серьезные что вот там так так и так ну то есть ген по недвижимости должен продать своего клиента но это тоже от этого зависит есть агенты понимаешь я тебе сказал то что когда мы делаем аренду мы практически ничего не получаем какие-то копейки и поэтому многие агенты они просто не мотивированы этим заниматься вот и люди работают с агентами но они говорят ну вот мы не можем ничего сделать ничего не можем есть смысл несколько агентов то есть делать я не советую так делать потому что лучше выбрать человека которую который будет вами заниматься лучше там скажем наладить какие то хорошие отношения с человеком чем вот так вот представь ты будешь работать там с несколькими агентами например там уделил тебе время показывать и недвижимость там договаривался может быть ездил там не знаю потратил время а ты потом горшину мы там пошли там свои снега не не этичная сносим так обычно не делается а насколько заранее надо искать то есть внутри езда сильно заранее или можно там приехать уже искать то что я я бы посоветовал сделать это первое время все-таки приехать или к знакомым как у многих получается или снять rbnb например на первые там неделя-две там пока определить определитесь где вы хотите снимать и что почему потому что вот не тоже мне многие люди пишут и говорят а мы хотим снять на месяц а мы хотим снять на два ну нет такого на месяц или на два если вы хотите снять надо серьезно подходить к этому это не то что вы пришли заехали все они считаем все нормально мы будем тут же здравствуйте я ваша тетя ну не может быть такого в онтарио существует довольно серьезные законы защищающие и тенантов и ландлордов особенно регулирую есть ландланд ландланд борт специально организация которая занимается всеми этими делами вопросами и но это все регулируется это все очень серьезно поэтому надо подходить к этому вопросу серьезно я советую приехать например там пожить какое-то время определиться вообще где вы хотите снимать да мы хотим в торонто где втором торонто большое где вы хотите снимать вы хотите снимать там house вы хотите снимать дом вы хотите снимать квартиру то есть надо надо подумать про эти варианты стране не живете сейчас и ну тяжело бы мы тяжело сориентироваться не находя конечно не живем но легче конечно когда ты поход походил посмотрел школа какая там контингент живет какая там природа дороги все остальное да и наверно без джобофера заранее сказать тоже обязательно наличие работы потому что без работы но это мисс мишен импаса был можно сказать найти именно вот там house или дом есть еще ты же знаешь жилищные комплексы вот там такие большие здания там рентал рентал properties до рентал компании большие сдают вот вот эти квартиры там могут 100 200 300 квартир все они на сдачу и там было всегда легче что то что либо снять на том что это большая компания они более line line относятся как бы окей но вот недавно с моим знакомым тоже искали мы не работаем жилищными комплексами они не работают с риэлторами но я для своего друга искал и мы искали долго искали и я сейчас понимаю что даже в таких комплексов все переполнено тоже не про не просто от найти что-то на съем и опять же проверяют опять же ну историю опять же проверяют рф то есть ту же самую форму и они нам сказали ну мы будем звонить мы будем смотрим рассматривать потому что не вы одни такие пришли хотите у нас есть еще люди вот они тоже выбирают там тоже есть люди которые смотрят и следят за этим тоже не хотят кого попало сейчас пускать вот поэтому ну в конце мы нашли полторы тысячи долларов там где-то один бедром сейчас уже 1600 тут цены растут цены растут на на аренду жилья цены на недвижимость сейчас начали падать нам узнаем цену на аренду то что происходит ну связаны с спросом конечно есть спрос растет цена нет продажа наверное не сильно связаны недвижимости с арендой так как бы более более менее независимые рынки ну меньше меньше людей могут покупать сейчас даже не смотри но почему спад пошел потому что процентная ставка пошла вверх понимаешь и процентная ставка пошла наверх и все равно меньше людей может покупать потому что месячные платежи они растут и люди смотрят сторону аренда жилья аренда жилья очень востребовано и надо подготовиться к аренде жилья и кстати вот еще один вопрос я сам себе задаю сам отвечаю уже я знаю что люди будут спрашивать то что спрашивают что вот незаконно требовать там шесть месяцев предоплаты год предоплаты за аренду на мой вопрос меня часто спрашивают значит незаконно требовать такое требование будет незаконно со стороны ландлорда да то есть я не могу тебе сказать ты пришел ко мне снимать квартиры они мутиска заплатили за год вперед это незаконно но если ты хочешь чтобы я тебе тут такая как мы называем gray area хочешь снять эту недвижимость но будет добр позаботиться о том что будет хотя бы предоставить предоплату 6 месяцев но их эти деньги надо сразу чтобы они были вот я допустим была история я снимал кондо я дал просто хозяину 12 чеков подписанных ежемесячных то есть и он эти деньги не снял с меня 12 чеков сразу единоразово каждый месяц снимал эти деньги с моего счета в банке то есть да это тоже опция это тоже опция но мы сейчас говорим о том что такой ситуации вот я знаю что на аренду жилья даже приходят multiple offers то есть на приход предложение несколько предложений на одно какую-то недвижимость и это получается как соревнования нужно на что было у нас на аукционы домов и прямо надо надо идти сразу на аренду со всем пакетом документ но если я например собственника мне говорит человек ну давайте я заплачу сразу за 6 месяцев а второй человек говорит я заплачу только первый и последний месяц конечно я хочу сразу получить за 6 месяцев и мне это будет хорошо вот я не говорю что обязательно нужно 6 месяцев предоплаты или год но я говорю о том что неплохо бы было иметь какие-то деньги на руках ну естественно наличие работы если вы только начали работать конечно тоже может быть проблема потому что он лорд может сказать ну чек только начал можно вообще там не продержится на этой работе многие собственники думают о таких вещах тоже не совсем были ситуации когда люди говорили что они допустим может знаешь что они с украины вот они бегут от войны войдите в наше положение насколько все народ настроен помогать таким есть люди которые настроены помогать но с другой стороны как тебе сказать для многих аренда жилья это бизнес для многих людей и то есть если они например не получат квартлату то они потеряют деньги то есть если я не не получат там скажем две три тысячи долларов а морги чем все равно платить нужно каждый месяц они будут в минусе там две три тысячи долларов есть люди которые идут на это есть заживочные заживочные люди богатые люди которые просто из из желания помочь людям опять же беженцам согласны на это но рассчитывать на это что вот мы приехали и мы хотим чтобы на тему то есть ездили смысл об этом говорить но можно сказать можно сказать об этом конечно но это может сыграть как плюс так и в минус ваш вот что в чем проблема понимаешь зависит от человека в плане вот работы в ниагарском регионе и так подозреваю это больше сельское хозяйство и туризм и есть сельское хозяйство есть туризм есть очень большая сфера обслуживания потому что мы тут туристический регион огромная по туризму имею ввиду все то есть и кафедра рестораны и гостиницы и просто общение с клиентами там очень много магазинов которые нанимают очень много ну как ты уже сказал там рестораны казино и все такое также много есть фабрики не в таких конечно количествах как там торонто или хамилтон но здесь тоже есть а как там насчет украина русскоязычная комьюнити она вообще есть каком-то виде есть украина украинская комьюнити звезда ну потому что просто много людей уже приезжает сюда и есть какой-то комьюнити есть там про я знаю несколько церквей здесь украинских которые тоже помогают новоприбывшим они собирают вещи бесплатно дают стараются даже кстати предоставляют работу вот уж я знаю несколько семей приехала и люди договорились там что есть работа конечно это не будет работа сидеть в офисе пить кофе и курить сигареты данную работу там в отелях какую-то базовую работу можно найти можно обратиться вот сюда и есть люди которые помогают с работы такое есть конечно если у вас есть какой-то какие-то деньги чтобы хотя бы смогли переехать там например на первое время там арбенди например или что-то в этом роде да то это было бы неплохо немножко освоится не на самом деле благодаря правительству канады это сейчас немножко стало лег полегче в том плане что сейчас дают как какую-то помощь 3000 долларов на взрослого полторы тысячи на ребенка единоразово от правительства плюс провинция платит онтарио также выплачивать помощь причем если правительство платит разово то дарийское правительство платит два раз в два месяца каждые 55 по моему дней просить помощь и они заново рассматривают ваш кейс вот и могут помогать вот нашим родственникам далее по 1200 долларов на человека вот просто потому что они обратились в антаре плюс 3000 от государства и это достаточно неплохая сумма накапливается что можно уже даже позволить себе снять за три за четыре там иногда даже за 6 месяцев заплатить за арен да кстати это это да это хороший вариант и чем вот например периферия хороша там скажем наш регион да например если вы здесь находите работу то действительно жизни такая дорогая как скажем в торонто например можно можно как-то прожить можно себе там позволить какие-то вещи ну и плюс не знаю вот эти пробки которые торонтовские просто убивают каждый раз еду в торонто стою в этом трафике конечно это не очень приятно можно тратить тратиться большое время на даже недалеко ты работаешь например все равно может застрять пробки там час на работу 2 на работу просто я еще такой вопрос в плане как там люди вообще отдыхают вашим регионе ну понятно что все вокруг отдыхается это как наши люди живут на море и море не видели вот видишь ты из ниагарский водопад я честно говоря вот был последний раз недавно вот на ниагарских водопадах но я не часто туда хожу ну потому что мы уже привыкли мы уже здесь живем давно и мы уже привыкли но как люди отдыхают ну по-разному очень не расправка скажем много озер речек и все что с этим связано у многих людей вот я вижу на драйвей стоят там яхты такие лодки то есть они едут потому что рыбачить или просто катаются на водные мотоциклы например вот тоже тоже неплохо ну и хайкинг там люди ходят в парке здесь с детьми например то можно просто пойти на пляж например тоже здесь у нас в сан-катринс есть два хороших пляжа есть кристалл бич форт ири тоже такой знаменитый пляж на озере ри находят что делать на игра falls очень много развлечений на самом деле и для детей и для взрослых то есть можно пойти там куча ресторанов и но то же самое сан-катринс тоже есть что делать как как отдыхать и как потратить деньги всегда можно придумать как их заработать вот второй вопрос зарабатывать это совсем другое ну принципе не нам ниагара напоминает особенно вот побережье озер вот особенно озеро или напоминает какое-то азовское море не хватает только людей которые ходят по пляжу и кричатом кукуруза пахлава ну да никто не ходит никто не будет что вот идея для стартапа уже знаешь регион хороший и и многие люди которые сюда приезжают сейчас вот я хочу сказать пару слов знаю ты не спросил но я вот так вот скажу про открытие там с какого-то своего бизнеса я вижу что многие люди приезжают сюда у них имелся свой они имели свой бизнес нам скажем в торонто или даже не в торонто другой стране они пробуют открывались какой-то свой бизнес и у них очень хорошо получается а почему потому что а здесь очень много незанятых ниш понимаешь а когда я начинал например там риэлтор риэлторский бизнес свой то тоже здесь не было русскоязычных риэлторов пять лет назад это было может быть там был был один-два но очень мало и вот такая вот незанятая ниша была и сейчас я вижу то же самое там человек приехал какую-то фирму там по производству столешниц например очень хорошо пошло открыл фирму по постройке там деков и заборов очень хорошо пошло приехал электрик который хочет наладить бизнес очень хорошо все что связано с трейдс то есть своими руками очень востребован очень хорошо может пойти и вот но это есть тоже преимущество периферии то что очень много я повторяюсь незанятого пространства незанятых ниш и можно развиваться конкуренция меньше конкуренции намного да и вот одна из причин кстати почему убежали из торонто огромная конкуренция огромная конкуренция на все на каждое рабочее место да есть рабочие места но на каждое рабочее место там претендует 100 человек а что и что мне из-за этого шансы мои шансы уменьшаются тают на глазах найти какое-нибудь теплое местечко понимаешь мы приехали сюда и здесь супруга нашла очень хорошую работу я нашел неплохую работу потом стал агентом по недвижимости и очень доволен что выбрал именно эту профессию мне она очень подходит но это хотя это не для всех вообще не для всех сейчас раньше было легче можно было просто получить сертификат и стать не агентом сейчас надо идти в колледж учиться до раньше было легче но когда я делал я уже был в колледже то есть почти два года это у меня заняло обучение в колледже вот а после этого все что связано с становлением бизнеса может еще занять это пару лет как ты себе представляешь я не знаю у тебя есть свой бизнес или нет но любой бизнес принципе работает так что первый там год-два у тебя идут расходы редко когда ты сразу видишь видишь какие-то хорошие доходы от бизнеса вот но зато потом со временем если ты все делаешь добросовестно качественно с толком с чувством с расстановкой до никого не обманываешь потому что люди чувствуют обман на подсознание на подсознательном уровне тут нужно нужна честность конечно обязательно хотя в нашей профессии и как тебе сказать я не такой я не знаю может потому что люди едут там республик которым где мы там выросли в союзе и такое немножко негативное отношение хотя здесь в канаде риэлтор в основном на русском считается очень такая респектабельная профессия потому что мы не то что там пошли получили бумажку здесь идет обучение здесь ассоциации регулирующие риэлторов из правила все это существует но вы кстати это есть такая проблема в мозгах тех людей которые сейчас переезжают что риэлтор это так вот кто попало может этим заниматься на самом деле в канаде это действительно надо этому учиться и тут рынок настолько зарегулирован и настолько он отлажен и правильно все как часики работают здесь без риэлтора просто невозможно снять в принципе без риэлтора вы сможете жилье если вы как-то с человеком договоритесь вот но купить что-либо без риэлтора это практически нереально риэлтора здесь в канаде нужно понимать это такой маховик на котором все завязано как ты сказал и адвокаты которые занимаются недвижимостью и морги брокеры и страховые агенты которые страхуют недвижимость это это большая индустрия инспектор недвижимость перед покупкой большая индустрия по моему около десяти процентов валового продукта канады это вот сделки по недвижимости потому поэтому правительство не может такое игнорировать этот факт и ну и если скажем человек хочет стать риэлтором да это я считаю хороший шанс как-то но но из минусов ты для себя знаешь из минусов я могу долго жена постоянно то есть не успеваю куда-то поехать отдохнуть там в день два три все звонки email и там жена уже сразу же скандал да понятно семейная жизнь тоже под риском здесь получается но но ты знаешь не для всех то есть не для всех там сессии поднимать статистику то что только 90 процентов сразу же там отсеиваются первый там год 2 1 год или два не могут выживать в этом бизнесе и вообще статистика такая что 10 процентов любого бизнеса делает 90 процентов денег ну как бы так оно и происходит а 90 процентов людей не зарабатывают поэтому риски конечно есть в любом бизнесе кто 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 не пробует тот давай давай немножко вернемся обратно к аренде я подозреваю что есть для наших зрителей немножко проясним еще момент то есть лично лично вы самостоятельно сможете снять basement либо какую-то комнатку снять у кого-то конда то есть жилье которым владеет конкретный человек без риэлтора очень сложно 90 процентов случаем нужно использовать риэлтора при этом вы риэлтору ничего не платите как человек который снимает платит риэлтору тот человек который сдает тоже очень важный момент не 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 ведитесь не бывают всякие случаи когда берут деньги из тех из тех недобросовестные люди попадаются вот а если вы хотите снять кондо имеется ввиду квартира от владельца или еще больше вариант это дом в любом виде там то обязательно хороший риэлтор который вас продаст этому арендодателю расскажет какой вы классный тенант какой вы классный ну и подготовиться по документам до вадима не забываем нужны нужны документы там письмо с работы например если у вас есть работа желательно конечно письмо с работы в общем сейчас самый главный фактор который вам позволит снять квартиру быстро это все-таки наличие за денег за хотя бы за полгода вперед это мотивирующий фактор для для второе наверное это все таки нормальная работа уже когда есть у человека на какой-то кредит скоро ну кредит скоро обычно у людей нету я вот когда мы занимались арендой последний раз конечно я позвонил агенту и говорю да кстати агент продавца я говорю агент собственника арендодателя он то есть я на связи должен быть с ним когда я ищу недвижимость данного аренду то есть я ему звоню я ему объясняю ситуацию я ему говорю люди приехали кредит скоро еще нет ситуация такая вот ситуация такая то есть я я ему должен с ним как-то наладить какие-то отношения объяснить но я ничего не могу сделать если у вас например нет работы если вы только приехали если у вас какого-то хорошего задатка ну и мы тоже как бы ограничены да вы должны это понимать с буквы же о и п вечности не всегда получается да 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 именно так поэтому вот приходится какие кстати источники информации по недвижимости писать вам искать да вот значит если люди приехали и они хотят что-то посмотреть жилищным комплексе его думаю конечно что для многих жилищный комплекс будет наилучшей опции потому что там дешевле и там все-таки легче снять недвижимость потому что это не отдельно какой-то человек сдает а все-таки эта компания вот чтобы найти там недвижимость это сайт хороший такой называется rentals.ca я думаю ты знаешь вот rentals.ca если скажем вы смотрите комнату а просто комнату студенты там студентам нужно комната что-то такое да или бейсмен вы можете посмотреть на или к джи или facebook marketplace вот а если там house или дом то уже вы свяжитесь с агентом он вам объяснит желательно связаться с агентом который работает там в том регионе где вы хотите снимать не связывайтесь сторон тузским агентом если вы хотите снимать там скажем не агарском регионе ли в бери свяжитесь с тем же риэлтором который там работает и тогда в таком случае он вам уже сможет прислать какие-то properties там или ну риэлтор дать ей в принципе можете посмотреть на риэлтор дать ей дома на аренду там там house на аренду вот на этом сайте вот а еще такой вопрос я понимаю что лучший регион это не агарске какие вопросы какие например бери упомянул стоит ли ехать ну почему нет бери неплохой регион и туда очень много русскоязычных ехала в последние годы вообще паломничество организовалась город бери это север онтарио на север от торонто километров 150 на торонто там большое озеро симка лейк и неплохой городишко неплохой городишко очень большая русскоязычная комьюнити там русскоязычные магазины и банки рестораны все что угодно потому что количество русскоязычных там оно огромное и это излюбленное место стало вот именно русскоязычных за последние годы но мне лично не очень симпатичный этот город не потому что там поплю за ниагару ли что-то в этом роде не знаю каждый раз как я проезжаю мимо этого города я вижу ветер я вижу тучи очень холодно особенно зимой вообще невозможно проехать по хайваю ну какая-то атмосфера знаешь не знаю немножко депрессивно но это просто мое сугубо личное мнение я не жил никогда там но но если говорить про скажем близость к торонто то это очень удобно есть поезд прямой торонто по хайваю в принципе хотя сейчас пробки опять же в том направлении тоже возникают но в принципе можно доехать без проблем и работы там много плюс тоже есть но мне лично не очень нравится в плане климата если мы берем например и ниагару очень сильно различаемся а вот все что на восток от всякие аяксы и прочие такие вещи о шагахстан туда когда началась пандемия люди куда только не разъезжались и вашего и аякс и там пикеринг там всякие вот эти города рассматривали потому что ну невозможно было покупать в районе торонто gta то есть куда только не бежали сейчас я вижу что все таки люди больше стараются вот там скажем там час полтора-два торонто что-то выбирать себе плюс-минус ну потому что по многим причинам все-таки торонто этот это цен люди любят ездить в торонто даже с ней на работу а просто быть близко к центру аэропорт например за разные выступления артисты рестораны русские ну а вот та эрия честно говоря я сильно не знаю вот я там не бываю не работаю я туда тоже не советую как как насчет гамильтона надо смотреть гамильтон очень перспективный город правительство вкладывает вкладывает огромные деньги в развитие гамильтона цены на недвижимость то есть гамильтон показала один из самых высоких ростов за последние несколько лет цены выросли очень сильно в гамильтон но в гамильтоне это порт то есть там есть и хорошие районы и плохие нужно очень тщательно выбирать опять же работать если там скажем на покупку ну или на аренду надо работать сейчас покажем а да 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 такое гамильтон вот она нашли на дня на агроэрия вот он гамильтон находится на полпути между торонто и да вот это достаточно большой промышленный центр очень пролетарский город очень зажиточные если гамильтон индустриал центр промышленный здесь много металлургических предприятий все работяги жили здесь а весь менеджмент жил берлин то него вот так в принципе такое расслоение немножко и сохранилась до ну в гамильтоне нужно выбирать район хорошо все что ближе к порту и индустрии индустриальной зоне то конечно надо обходить стороной все теории вот а все что все что на горе это хорошо но там будет да вот все это вот такое пролетарское место до выше гора и там есть хорошие очень гамильтон много природы классно куча водопадов вот смотри вот ты по нам кастера у тебя там дандас вот эти эре очень хорошо востребованы здесь немножко за за что гамильтоне можно что-то найти по но есть варианты в гамильтоне тоже дома досмотреть по району конечно одну бурлингтон и оквель эти два города по моему они одни одни самых вообще дорогих по онтарио после торонто эти два города есть такое да плане недвижимости рост был очень большой наш до вырос тупого раза за два рода сейчас просел немножко просел да сейчас просели немножко цены немножко упали но я мы все понимаем что ну не знаю не все но люди которые занимаются этим понимают что это это временное явление то есть цену рост цен в канаде невозможно остановить даже поднятием вот интерес ставки процентной ставки на моргаджи рост рост невозможно остановить долгосрочной перспективы понимаешь ну да я думаю что мы тему покупки обсудим следующих видео всех как все кому интересно напишите конечно ты знаешь я всегда готов обсудить потому что покупка это это огромный пласт вообще информация как правильно покупать что смотреть в общем просто есть о чем обсудить но эта информация к сожалению не особо интересно тем людям которые переезжают сейчас вот хотя мой общий совет для всех если у вас есть возможность даже не дожидаясь получения пиара попытайтесь что-то купить чем раньше вы войдете в рынок в рынок недвижимости тем легче вам будет потом наша недвижимость подорожает мы так свое время когда мы приехали в канаду 7 лет назад мы начали одно время рассматривать покупку конда вот а потом не нашли нормального агента не нашли нормально норгич брокера очень бросили плюнули не купили вот через год цена на так он до которые мы смотрели выросла там 250 тысяч это 400 вот и мы поняли что мы где-то были неправы надо было надо было как бы покупать вовремя всегда нужно покупать вовремя здесь с учетом растущего рынка это вовремя практически всегда сейчас есть в принципе небольшая наверно окно возможности пока цены немножко просели подупали все-таки задуматься над покупкой своего пока она не начала обратно расти именно так владимир я просто быстро быстро скажу насчет покупки во первых да ты совершенно прав что сейчас окно возможностей для покупки у людей которых есть такая возможность естественно это первое второе много людей есть такие люди которые скажем работают на себя самозанятые они не могут купить по причине того что у них недостаточно дохода до скажем ну или не самозанятый ну просто недостаточно дохода мне просто хочется сказать что вот для таких людей очень важно найти того mortgage брокера который все-таки все-таки сможет вам помочь в этой ситуации я таких моргий брокеров знаю если вы пойдете в банком скажем тиди арбисе какой-то мейджер банк и банк вас сразу же вам скажу до свидания с вами даже не будет разговаривать но моргий брокер он может помочь в разных ситуациях там скажем если у вас недостаточно инкома например или что-то такое сугубо индивидуально но вот в общих чертах хочу сказать хочу что попробуйте найти вот такого моргий брокер это это будет для вас как бы так скажем счастливый случай если вас получится найти такого моргий брокер потому что без этого честно говоря ну квалифицироваться сейчас на моргий с повышающимися с ставками очень тяжело если сейчас не купить вот пока вот мы сейчас в этом окне я не знаю дать дальше будет чем чем дальше в лес тем больше дров дальше но я думаю что очень много конечно сейчас политика влияет на это все не только ситуация в канаде вообще в мире война украине глобальная мировая инфляция которая просто скачет плюс продовольственный кризис в общем такое период неопределенности это период кризисный это дарьет возможности умные люди в эти периоды как раз сделаете до состояния и делает себе задел на будущее сейчас немного людей покупает недвижимость немного людей покупает недвижимость но те кто покупает я считаю что они делают очень правильно очень правильно окей на этой оптимистической ноте спасибо дмитрий за очень интересное содержательное большое спасибо владимир зрители оценят если будут какие-то вопросы дмитрий обязательно задавайте их комментариях вот у дмитрия и собственный youtube-канал 20 тысяч плюс подписчиков которые он рассказывает про ниагарский регион очень много интересных видео там я размещу ссылочку в описании подбалив вас заходите смотрите и если вы хотите снять себе дом либо кондо обязательно обращайтесь дмитрию как к проверенному риэлтору в этом регионе и про покупку тоже если у вас есть желание купить конечно если будут какие-то дополнительные вопросы и ты почувствуешь что нужно еще заснять какой-то ролик с удовольствием заснимем но может на тему покупки или насчет таких не обязательно покупку будем но чуть позже когда когда все кто мог уже переедет конечно это рано или поздно случается со всеми спасибо и до новых встреч до новых встреч пока пока